Пытки ледяной водой, избиения, угрозы и все эти ужасы не в фильме о войне, а современные лечебные процедуры. В наше время их применяют в ряде реабилитационных центров для наркоманов. Благотворительный фонд Тимура Исламова уже провел круглые столы с участием специалистов Министерства здравоохранения, чтобы обратить на эту проблему особое внимание. Ведь вреда от таких сомнительных здравниц все больше и растет число пострадавших. Подробности у моей коллеги Ланда Шкапрановой. Интернет, доски объявлений, столбы и дома города пестрят различными объявлениями о помощи наркозависимым и даже предлагают бесплатные услуги. Но что скрывается за подобными призывами и кто эти добровольцы, желающие спасти заблудших? Мало того, что бесплатные услуги порой вдруг превращаются в дорогостоящие, так еще и методы в таких санаториях очень сомнительны, напоминают чистую уголовщину. Грязью измазывают лицо, ему дают камазик вот этот, из-под майонеза банку, не моют там неделю, из одной и той же ложки ест человек. Как вещах был, начали поливать холодной водой из-под шланга, в темечко, в одно место именно вели. То есть тебя держали, получается. В эту же яму к тому, ко второму человеку посадили, начали поливать водой ледяной. После часа где-то начали судороги брать, я начал вылазить оттуда, потом получил сильный удар, оказывается, они у меня колеса есть, машины с дисками, ну, закидали, чтобы я не смог вылезти оттуда. Там других, там всех, кого привозят, они все через яму проходят. Эти истории не о пытках в плену у террористов, а о методах лечения в так называемых мотивационных домах, где побывали эти мужчины. Среди них жители разных городов Татарстана, есть и челнинцы. Самое большее, у нас 70 человек. 70 человек, это все в Казани? Это все в Казани. Желая помочь избавиться от пагубной зависимости своим близким, многие, не вникая в детали, отправляют детей, супругов, чуть ли не в первый попавшийся центр, откуда их родные нередко возвращаются душевно сломленными. Там я был вот пять недель. А что тебе дало пребывание там? Ну, абсолютно ничего. Ну, унижение только. Какое-то чувство обиды на родителей очень сильное сейчас. Я даже боюсь спрашивать у мамы, знаю ли она, что там делают. Несмотря на откровения бывших пациентов, уже получивших широкую огласку, эти центры продолжают работать и принимать новых клиентов. В нашем городе, ну, я, ну, к счастью, наверное, это не так развито, потому что основная наркология, ну, система наркологии частная, она находится в Казани. Наших ребят с Челнов в основном отправляют в Казань. Как это происходит? Родители, столкнувшись с этой проблемой, открывают интернет лечения наркомании. И там выходит очень много адресов революционных центров. А неверный выбор может привести к тому, что близкий человек не только не вернется к нормальной жизни, но может даже и распрощаться с ней и уже не вернуться домой. Мы когда проснулись, мы там у них кипиш, наверное, он сидел возле кровати, на шнуке, вот на таком пореже, сам себя повесил, ну, сел на корочке и оттянулся. Чтобы не допустить ничего подобного, в нашем городе уже год действует такая услуга, как помощь родственникам и близким наркозависимых. Работает психолог, специалисты консультируют, помогают выбрать нормальную клинику или реабилитационный центр. Объясняют, какие лицензии и специалисты должны быть в таких учреждениях. Достаточно для начала позвонить по телефону 59 74 13.